Здравствуйте, уважаемые узматы! С вами сегодня VideoTorque и Дмитрий из компании Русская Монета. Сегодня я покажу примерно 84 лота, посвященные монетам 1925-1950 годов. Итак, у нас сегодня VideoTorque номер 3, и начинаем показывать лоты. Итак, первый лот у нас 30-0-1-0-1, это полкопейки 1925 года. Состояние, как вы видите, не очень хорошее, Very Fine Minus, то есть даже не очень хорошее, просто хорошее состояние. Стоимость лота составляет 400 рублей. Следующий лот это полкопейки 1927 года, это лот 30-0-1-0-2. Полкопейки 1927 года пореже, чем полкопейки 1925 года. Состояние этой монеты также Very Fine Minus. Соответственно, но стоимость лота составляет 700 рублей. А теперь покажем вам самый редкий полкопеечник 1928 года. Это лот 30-0-1-0-3. Состояние чуть-чуть получше. Very Fine. Хотя есть, как вы видите, по полю небольшие ударчики. Вообще монеты прочищенные, то есть они не в патине. Но, тем не менее, несмотря на все, монета редкая. Полкопейки 1928 года. В состоянии Very Fine. Лот 30-0-1-0-3. Стоимость 1500 рублей. Переходим к 1931 году. 20 копеек 1931 года. Это лот 30-0-1-0-4. Ваше внимание, представляю. Состояние Very Fine Plus. Как видите, монета, в принципе, неплохая. Есть небольшие потертости. Но, в принципе, монета неплохая. Стоимость данного лота 30-0-1-0-4 составляет 200 рублей. Итак, следующий лот у нас будет. Это 10 копеек 1931 года. Состояние Very Fine Extra Fine. То есть, и не отличное, и не очень хорошее. Что-то посерединке. 10 копеек 1931 года. Посмотрите внимательно. Состояние гербовой части очень хорошее. Стоимость лота составляет 300 рублей. Вашему вниманию представляем следующий лот. Это 30-0-1-0-6. Пятикопеечная монета. 1931 года. Состояние Very Fine Extra Fine. Монета немножко слегка корридирована, но, тем не менее, состояние более-менее приличное у монеты. Стоимость лота составляет 200 рублей. Это был лот 30-0-1-0-6. Я хочу вам сказать, уважаемые слушатели, что, если вы не хотите слушать описание всех лотов, вам достаточно зайти в наш каталог на сайт Coin.ru VideoTork и щелкнуть нужный видеофрагмент. Вы всегда найдете интересующую вас монету. Вот достаточно приличная монета. Лот 30-0-1-0-7. Это 3 копейки 31 года. Состояние АУ. То есть About and Circulated. То есть практически идеальное, но не совсем до конца. Тем не менее, я считаю, что монета очень приличная. Стоимость монеты составляет 400 рублей. Это у нас лот 30-0-1-0-7. Переходим к следующему лоту 30-0-1-0-8. Это двухкопеечная монета 1931 года. Как вы видите, есть следы небольшой коррозии. Состояние Very Fine с плюсом. Монета достаточно приличная, но, конечно, слегка и не слегка даже притертая. То есть состояние Very Fine плюс. То есть очень хорошее с плюсиком. Стоимость составляет 150 рублей. Это лот 30-0-1-0-8. Так, у нас теперь переходим к 32-му году. Демонстрируем лот 30-0-1-0-9. Достаточно приличненький пятачок 1932 года. Состояние у него отличное состояние. То есть Extra Fine с плюсом. Ровная патина, желтенькая. Маленькое количество изъянов у монеты. Стоимость лота 30-0-1-0-9 составляет вполне заслуженные 500 рублей. Переходим к лоту 30-0-1-10. Это очень красивая трехкопеечная монета 32-го года. Состояние отличное. Extra Fine. Ну, практически отсутствуют следы каких-либо коррозии и всего остального. Вот есть небольшое пятнышко с правой стороны. Под герба немножко сверху. А так монета очень приличная. Но она не редкая. Стоимость лота 30-0-1-10 составляет 200 рублей. Следующий лот. Это у нас 30-0-1-11. 2 копейки 1932 года. Сразу скажу, что у нее есть небольшие изъяны. С правой стороны от цифры 2. Видите, небольшие точечки черненькие. Монетка, в принципе, достаточно интересная. Состояние Very Fine Extra Fine. Вот я покажу Аверс этой монетки. Вполне приличное состояние. Very Fine Extra Fine. Вот 30-0-1-11. Стоимость монеты составляет 150 рублей. Следующий лот. Это однокопеечная монета. 1932 года. Как видите, есть следы коррозии. Состояние Very Fine с плюсом. Это лот 30-0-1-12. Соответственно, хотя монетка не такая частая. Но состояние, как говорится, не идеальное. Далеко не идеальное. Но из-за того, что она достаточно нечастая. Я бы сказал, что даже реденькая. Стоимость монеты составляет 300 рублей. Вот 30-0-1-12. Итак, переходим к лоту 30-0-1-13. Это у нас уже пошел 33-й год. 3 копейки 1933 года. В состоянии АУ и Баутенцентуренциркулит. Это будет почти превосходное. Замечательное состояние. Оно почти превосходное. Это лучше, чем отличное. То есть, все элементы на месте. Монета в шикарном состоянии. Аверс и реверс. Практически безукоризненные. Монета достаточно интересного года. Трех копеечные монеты 1933 года достаточно нечасто встречаются. Стоимость монет составляет 700 рублей. Это вот 30-0-1-13. Итак, предлагаю вашему вниманию следующий год. 30-0-1-14. 30-0-1-14. Это двухкопеечная монета 1933 года. Достаточно редкий год для двухкопеечной монеты. 2 копейки 1933 года. Стояние Very Fine. То есть, очень хорошее. Как видите, есть затертости Аверса определенные. Но, из-за того, что монета редкая, стоимость монеты составляет 700 рублей. Это вот 30-0-1-14. Повторяю. Итак, следующий год у нас это 30-0-1-15. Вполне себе приличный однокопеечник 1933 года. Как видите, состояние отличное. Extra Fine с плюсиком. Мелкие детали. Достаточно сложно красиво все показать. Но стараюсь. Однокопеечная монета 1933 года. Есть у этой монетки особенность. У нее поворот. Примерно на 50 градусов. В связи с этим она имеет дополнительную степень редкости от этого. То есть, эта однокопеечная монета 1933 года стоит 500 рублей. Состояние Extra Fine с плюсом. Вот 30-0-1-15. Переходим к уникальному лоту. Это 30-0-1-16 лот. Это 15 копеек 1934 года. Во-первых, сам год. Достаточно редкий 34-й. Для 15 копеечных монет. И для 10 копеечных монет. Еще, как вы видите, у него с левой стороны, с верхним левым углом, выкус. Вот выкус. Это заводской дефект. В принципе, монета достаточно на любителя с выкусом. То есть, редкая монета с выкусом. Состояние Extra Fine с плюсом. То есть, отличное состояние и с выкусом. Стоимость монеты редкой 30-0-1-16. Составляет 2000 рублей. Стоимость монеты 30-0-1-17. Очень-очень-очень-очень-очень красивые. 10 копеечные монеты 1934 года. Состояние АУ. То есть, практически превосходное. То есть, почти превосходное. Баутенциркулейтед. То есть, отличное состояние. Лот 30-0-1-17. 30-0-1-17. Стоимость этого лота составляет из-за редкости года 2000 рублей. Я вообще хочу вам сказать, что 10 копеечные монеты 1934 года вообще практически не встречаются. А в таком состоянии вдвойне редкие. Так что, обратите внимание, что эту монету надо срочно покупать. Следующий лот 30-0-1-18. Это 3 копейки 1934 года. Состояние X-Fine-AU. Стоимость 600 рублей. Достаточно приличный трехкопеечник 1934 года. Кстати, для трехкопеечных монет 1934 года достаточно редкая монета считается. Вообще, 1933-1934 года не такие простые. И монетки все достаточно интересные. Вот 3 копейки 1934 года. Предлагаем за 600 рублей. Это лот 30-0-1-18. Итак, переходим к лоту. 30-0-1-19. Это 2 копейки 1934 года. Состояние у нас Very Fine-Extra Fine. То есть, определенные есть проблемы с аверсом монеты. То есть, есть какие-то притертости. Но, в принципе, монета достаточно приличненькая. Состояние у нее ближе к отличному, чем к очень хорошему. То есть, стоимость монеты составляет 200 рублей. Это вот 30-0-1-19. Переходим к лоту 30-0-1-20. Это уже пошла тяжелая артиллерия. Правда, для тяжелой артиллерии у нас недавно не нашлось достаточно красивых экземпляров. Это 5 копеечная монета 1935 года старого типа. То есть, было нового типа монет, а были старого типа монет. Вот этот 5 копеечник 1935 года старого типа. Стоит у нас 3000 рублей в состоянии Very Fine. Несмотря на то, что здесь, видите, много достаточно черных пятен, которые надо, по идее, сводить. Но монет имеет состояние очень хорошее, Very Fine. Далеко, конечно, не отличная. Монета крайне редкая по каталогу, поэтому она стоит недорого, всего лишь 3000 рублей. Достаточно бюджетный экземпляр для 5 копеечной монеты 1935 года старого типа. Вот, 3001.20. 3001.21. Это 5 копеечная монета 1935 года, но уже нового типа. Видите, какие буквы большие. СССР. Монета достаточно редкая. Состояние Very Fine Minus. То есть, она еще хуже, чем предыдущий экземпляр. Но, опять же, это тяжелая артиллерия. И поэтому, стоимость монет составляет 1200 рублей. Бюджетный вариант 5 копеечные монеты 1935 года старого типа. Кого нет, можете и купить. Дело в том, что монетки 1935 года, пятачки старого нового типа, они очень редкие. И поэтому, если у вас их нет, то можно приобрести, потому что достаточно дорого их будет покупать. В хорошем или идеальном состоянии их практически не встретишь. Следующий вариант у нас это 3001.22. 3001.22 это 3 копейки 1935 года старого типа. Состояние Very Fine Plus. Достаточно притертая монета. Но, тем не менее, она из редких монет 3 копеечных 1935 года старого типа. Стоимость составляет 250 рублей, несмотря на такое слабое состояние. 3001.22 номер вот. Следующая вот 3001.23 это 3 копеечная монета 1935 года, но нового типа. Видите, какие большие буквы СССР и состояние очень даже приличное. Extra Fine. Называется отличное состояние. Стоимость монеты составляет 500 рублей. Это лот 3001.23. Следующий лот это 3001.24. Это 15 копеечная монета 1936 года. Состояние Extra Fine с минусом. Стоимость составляет 300 рублей на монеты. Это лот 3001.24. Следующий лот это 3001.25. Очень приличный трехкопеечник 1936 года. Состояние Extra Fine, то есть отличное. Своя патина, желтенькая, так и красивая патина. Небольшие тут пятнышки есть, но состояние Extra Fine отличное. Лот 3001.25. Стоимость монеты 300 рублей. Следующий лот это у нас 2 копеечная монета 1936 года. 1 копеечная монета 1936 года. Лот 3001.26. 2 копеечная монета 1936 года. Состояние Extra Fine, то есть отличное. Стоимость монеты составляет 200 рублей. Следующий лот это 1 копеечная монета 1936 года. Состояние Extra Fine с плюсом, то есть тоже отличное. 3001.27. Однокопеечная монета. Достаточно хорошее состояние. Все элементы у нее на месте. Пятен коррозии нет. Поэтому заслуженно стоит свои 300 рублей эта монетка. Следующий лот это 3001.28. Это 20 копеечная монета 1937 года. Состояние очень хорошее. Очень хорошее. Very Fine с плюсом. Как видите, есть небольшие потертости. Но в целом состояние неплохое. Монета непростая. 20 копеек 1937 года. Стоимость монеты 300 рублей. Следующий лот достаточно редок. Это лот 3001.29. Это 15 копеек 1937 года. Несмотря на то, что состояние монеты не идеальное. Просто очень хорошее состояние. Very Fine с плюсом. Есть небольшие коррозийные такие места у этой монеты. Тем не менее, в целом достаточно прилично смотрится. Стоимость монеты составляет 700 рублей. 3001.29. Напоминаю, что все эти монетки вы можете посмотреть в нашем каталоге. И через каталог вы можете посмотреть конкретный фрагмент по конкретной монете, которая вас больше всего интересует. После этого сделать вывод о покупке. Для того, чтобы купить монету, вам нужно зарезервировать ее. Присылать слово «Резерв» на наш мобильный телефон или нашу электронную почту. Следующий лот это лот 3001.30. 3 копейки 1937 года. Состояние отличное. Практически без изъянов монетка. 95% сохранности монеты. Поле монеты сохранено. Поэтому она называется отличная. Монетка 3001.30. Номер лота. Стоимость 200 рублей. Итак, следующий лот это лот у нас 3001.31. Это у нас 1 копеечная монета 1937 года. Состояние экстра файн. Отличное. Копеечка неплохая. Копеечка весьма неплохая. Стоимость копеечки составляет 400 рублей. Это у нас лот 3001.31. Следующий лот это у нас 3001.32. Соответственно, это достаточно редкий пятак. 1938 года пятак. Состояние отличное. Экстра файн. Посмотрите, у него все достаточно хорошо. Своя патина, монета нечищенная. Рекомендую покупать, потому что пятаков с хорошей патиной не так много. 5 копеек 1938 года. Состояние отлично. Стоимость 1500 рублей. Ну, не дешево, но и недорого для такого состояния. Следующий лот 3001.33. Трехкопеечная монета 1938 года. Состояние почти превосходное. About and Circulated. АУ называется. АУ. Состояние. Ну, тут комментарии даже излишне. Я думаю, 3001.33 монетка стоит всего-навсего 300 рублей. Для такого состояния это недешево. Недорого. Предыдущий лот это 3001.34. Это двухкопеечная монета 1938 года. Состояние также. У предыдущего лота даже чуть похуже. Отличное. Ну, отличное состояние. Лот 3001.34. Экстрафайн 150 рублей. Две копейки 1938 года. Итак, переходим к лоту. 3001.30. 3001.35. Это однокопеечная монета 1938 года. Ну, соответственно, приблизил ее. Состояние у нее. About and Circulated. То есть, практически, почти превосходное. Все элементы сохранены монеты. Стоимость лота 3001.35 составляет 300 рублей. Следующий лот. Это у нас лот 3001.36. 10 копеек 1949 года. Состояние Very Fine Extra Fine. И еще называют его почти отличное. Если по русской, по русской, по русской, с русской технологией терминологии, вы знакомы. Оценки состояния. Вот, гербовая часть неплохая. Стоимость монеты составляет 400 рублей. Лот 3001.36. Следующий лот 3001.37. Это 2 копейки 1939 года. Состояние почти отличное. Extra Fine с минусом. X Fine с минусом. 150 рублей. Это лот 3001.36. Переходим к лоту 3001.37. Это 5 копеечная монета 1939 года. Очень неплохой экземпляр. Каверс реверс в шикарном состоянии. Своя патина желтенькая. Состояние X Fine на У. Стоимость монеты составляет 800 рублей. Вполне заслуженная цена для такого состояния. Это 5 копеек 1939 года. Вот 3001.37. 3001.38. Следующий лот 3001.38. Это 3 копейки 1939 года. Состояние отличное. Стоимость. Комментировать тут особо нечего. Просто достаточно приличная трюшечка. Стоимость монет составляет 150 рублей. 30.01.38. Продолжение следует... Вот 3001.39. Я уже его, наверное, показывал, но... Тем не менее, не в свою очередь. 3001.39. Еще раз покажу. Это 2 копейки 1939 года. 1939 года. Вот 3001.39. Стоимость монеты 150 рублей. Следующая монетка. Это лот 3001.40. Это состояние uncirculated. Достаточно приличное состояние. Уладной копейки 1939 года. Лот 3001.40. Все мелкие элементы в идеальном состоянии. Следов обращения у монеты практически нет. Стоимость лота составляет 400 рублей. Примерно половину мы прошли. Теперь нам предстоит с вами разобраться с лотами 3001.41. Следующий лот 3001.41. Это 20 копеечные монеты 1940 года. Вообще начинаются военные года. Военные, предвоенные. Все недостаточно интересные. 20 копеек 1940 года. Состояние отличное. Extra fine. Стоимость лота составляет 400 рублей. Следующий лот. 15 копеек 1940 года. Обратите внимание, состояние у монеты тоже отличное. 15 копеек 1940 года. Вот 3001.42. Стоимость монеты составляет 600 рублей. Вполне заслуженно. Обратите внимание на эти монеты с 40-х годов. Их вообще практически тяжело очень найти. Поэтому пока у нас есть, покупайте. Потом их днем с огнем тяжело найти. Тем более в таком состоянии. 15 копеек 1940 года. 600 рублей. Следующий лот. Это 30.01.43. 10 копеек 1940 года. Состояние АУ. То есть почти превосходное. Видите, гербовая часть. И реверс приличный достаточно. Потертости минимальное количество. Практически их нет. Стоимость 10 копеек 1940 года. Оставляет 700 рублей. Следующий лот. Это у нас лот. 30.01.44. Это 3 копейки 1940 года. Достаточно в прекрасной патине. Состояние идеальное. УНЦ. Состояние. То есть состояние превосходное. Желтенькая красивая патина. Никаких изъянов. Просто монетка, я считаю, идеальная. Стоимость монет составляет 300 рублей. Это лот. 30.01.44. Переходим по 300.01.45. Это у нас 2 копейки 1940 года. Состояние. Состояние не такое классное, как в прошлом лоте. Это Very Fine Extra Fine. 2 копейки 1940 года. Есть небольшие вот тут следы обращения. Небольшие чуть-чуть ударчики. Вот. Ну, в целом монета неплохая. Ну, оцениваем мы ее дешево. 100 рублей. Вот. 300.01.45. А теперь 300.01.30.46. Вот. 300.01.46. Это одна копеечная монета 1940 года. Состояние почти превосходное. Состояние почти превосходное состояние. Стоимость монеты 1 копейки 1940 года в таком состоянии составляет 300 рублей. Достаточно, кстати, недорого, поэтому рекомендую покупать. Следующий лот 300.01.47. Это 15 копеечная монета 1941 года. Состояние отличное. Extra Fine Minus. Вот так она выглядит. Соответственно, гербовая часть. Есть какие-то, конечно, небольшие нюансы, но, в принципе, монета достаточно неплохая. 300.01.47 номер лота. Стоимость составляет 400 рублей. Блот 300.01.48. Редкий военный пентак 1941 года. Причем и очень красивый, я считаю. Практически без всяких изъянов. Состояние по монетке отличное. Extra Fine. Минимальное количество изъянов. 5 копеек 1941 года. Красивая патина, немытый. Ну, все в нем есть, что положить его в коллекцию. Это лот 5 копеек 1941 года. Стоимость 1200 рублей. Рекомендую к покупке. Итак, лот 300.01.49. Это военная трешечка. 3 копеек 1941 года. Состояние тоже отличное. X-Fine с минусом. Небольшие, конечно, микро притертости. Это есть, но, в принципе, монеты достаточно приличные. Но стоимость 200 рублей. Рекомендую к покупке. Лот 300.01.49. Следующий, вот, обратите особое внимание. Это военная копеечка. Начало войны. Копейка 1941 года. Состояние идеальное. Он циркулитит. То есть, не была в обращении монетка. Не была монетка в обращении. Состояние идеальное. Копейка 1941 года. В таком состоянии редко встречается. И вообще год не такой простой. Для копейки 1941 года. Стоимость 700 рублей. Это был год 300.01.50. А теперь мы переходим к следующему году. В 1942 году. Это уже была война. 20 копеек 1942 года. Год 1942 вообще сложный. Там 10-15 копеек за облачные цены стоят. 20 копеек 1942 года. Более-менее еще реально найти эту монету. Состояние АУ. То есть, почти превосходный. About and Circulated. 20 копеек 1942 года. Нечастая монета. Достаточно. Вообще, военные монетки нечастые. Стоимость лот составляет 600 рублей. Это был год 20.051. Следующий лот. 20.051.52. 20 копеек 1943 года. Состояние отличное. Но уже монета не такая, конечно, редкая. Но все равно интересная. 20 копеек 1943 года. Состояние отличное. Состояние отличное. Extra Fine. Averse и Reverse в хорошем состоянии. В колоске. Все элементы в достаточно хорошем состоянии. У монетки. Поле достаточно ровное. 300 рублей. Стоимость 15 копеечной монеты. 1943 года. Лот. 3001.53. Так. Следующий у нас лот. 3001.54. Это 10 копеечная монета. 1943 года. Обратите внимание, что состояние монеты не идеальное. Немножко такие коррозионные пятна есть. Краснота лезет в некоторых местах. 3001.54. Лот. Темнее. 10 копеечная монета. 1943 года. Достаточно интересная. Стоимость ее 400 рублей. Следующий у нас лот. 3001.55. Это 3 копейки. 1943 года. Состояние. Отлично. Стоимость монеты. Тут комментировать особо нечего. Составляет 200 рублей. 3001.55. 3001.56. Следующий у нас лот. Это достаточно редкая двадцатка. 1944 года. Военная. Состояние у нее почти превосходное. АУ. Стоимость составляет очень даже не дорого для такого. Состояние 600 рублей. Лот. 3001.56. Так. Представляем. 3001.57. Это у нас 20 копеек. 1945 года. Конец войны. Состояние экстра-файн. То есть отличное. 20 копеек 1945 года. Стоимость 300 рублей. Следующий у нас это 3001.58. Это у нас 15 копеек 1945 года. Состояние почти превосходное. АУ. Как видите, аверс очень четкий. Какие рельефы видны монеты. 3001.58. Номер лота. Стоимость 500 рублей. Еще раз повторяю. Для того, чтобы зарезервировать товар, вам нужно присылать смс-ку с номером лота и слово резерв. После этого у вас монетка зарезервирована. Никто другую не может купить. Телефоны наши на сайте, под видео и в разных местах. Так что можете посылать информацию нам на смс-кой, на мобильный телефон. Так, следующий вот это 3001.59. Это достаточно интересная двушечка 1945 года. Редкая двушка, замечу. 45-й год вообще редкий. И состояние у двушки 1945 года практически почти превосходное. Стоимость лота составляет 1000 рублей. Рекомендую покупать, потому что двушку 1945 года в таком состоянии тяжело найти. А теперь представляю вам уникальный лот. Это лот 3001.60. В принципе, я в интернете не встретил практически ничего подобного. Это копеечка 1945 года. Состояние мало того, что Uncirculated, у нее есть чеканный блеск. То есть это не просто Uncirculated, это бриллиант Uncirculated. Монета лучше, чем Uncirculated состояние. Замечу, и год достаточно редкий, однако бейка 1945 года. В связи с этим мы назначаем на нее достаточно большую стоимость. 2500 рублей. Монета идеальная, так что я думаю, что цена такая оправдана. Копейка 1945 года. Бриллиантный цикл Uncirculated. 2500 рублей. Переходим к коду 3001.61. Это 20 копеек 1946 года. Она достаточно в пятнышках нехороших. Но монета Extra Fine, то есть отличное состояние у нее. Тем не менее, стоимость составляет 150 рублей. Это лот 3001.61. Вот 3001.62. Это 15 копеек 1946 года. Состояние почти превосходное. Сказать тут особо нечего, потому что не придерешься. Монета практически идеальная. То есть стоимость лота 3001.62 составляет 200 рублей. Переходим к коду 3001.63. Это 10 копеек 1946 года. Состояние тоже почти превосходное. Почему почти, потому что чуть-чуть желуди тут подтёрт. Ну, то есть справа с левой стороны от номинала. Но в принципе монета практически превосходная. Аверс в приличном состоянии. 3001.63 номер лота. Стоимость 200 рублей. Так, вот 3001.64. Это у нас 5 копеек 1946 года. Все пятачки у меня достаточно красивые. Они не очищены. Своя шоколадная, светло-шоколадная патина. Она такая красивая, старая такая патина. Все монеты подлинные. Никаких подделок на дух не переносим. 5 копеек 1946 года. Стоимость 400 рублей. Вот 3001.64. Итак, вот 3001.65. Это у нас трёшка 1946 года. Состояние Uncirculated. Это 3 копейки 1946 года. Идеальное состояние. Из-за состояния оцениваем эту монетку в 300 рублей. Практически нет изъяна по монетам. Практически нет изъяна по монетам. Следующий вот 3001.66. Это 2 копейки 1946 года. Состояние почти превосходное. Аверс-тревис в идеальном состоянии. Но год не такой, конечно, редкий. Стоимость мне составляет 200 рублей. Совсем недорого. Следующий вот 3001.67. Это 1 копейки 1946 года. Состояние отличное. Состояние отличное в монетке. Монета недорогая. 150 рублей. Вот 3001.67. Переходим к вот 3001.68. Это 20 копеек 1948 года. 1948 год пошёл. Кстати, он реже 46-го. Соответственно, 20 копеек 1948 год. Состояние отличное. Экстра-файн. Стоимость лота составляет 200 рублей. Что я хочу сказать. Вообще, монетки ранних годов, 30-40-х, они достаточно сложно идти в хорошем состоянии. Обычно они все достаточно притёртые. Но вот я вам показываю только хорошие, красивые лота. Стоимость монеты 3001.68 составляет 200 рублей. Итак, мы продолжаем. Видео торг номер 3. Наш новый лот. 3001.69. Это 15 копеек 1948 года. Состояние отличное. Стоимость монет составляет 200 рублей. И недорого. Датакого стояния. 15 копеек 1948 года. Лот 3001.69. Итак, переходим к лоту. 3001.70. 3001.70. Переходим к лоту. 30 копеек 1948 года. Состояние X-Fine. То есть отличная. Стоимость монеты. 10 копеечных 1948 года. Составляет 300 рублей. 300 рублей. 300 рублей. Переходим к лоту. 3001.70. Один это очень слабый пятак. 1948 года. Вот он немножко побитый. Тут чуть-чуть. Тут даже подрезанный чуть-чуть немножко. Собственно говоря. Аверс реверс. В слабом состоянии. Веррифайн минус. Даже не очень хорошее. Чуть-чуть хуже, чем очень хорошее состояние. Стоимость монет составляет поэтому недорого. Совсем 200 рублей. Кому нужен бюджетный пятак. 5 копеек 1948 года. Прошу покупать. Итак, лот 3001.70. Это 3 копеек 1948 года. Состояние отличное. Все нормально у этой трешечной монеты. 3 копеек 1948 года. Вот 3001.72. Такая патинка у нее коричневая, шоколадненькая. Нет следов обращения практически, но немножко совсем. Стоимость 200 рублей. Переходим к лоту 3001.73. Это 2 копейки 1948 года. Состояние также отличное. Экстра файн. И аверс, и реверс. В хорошем состоянии. Стоимость лота стоят 200 рублей. Вот 3001.74. Приятно показывать красивую монетку. Это копейка 1948 года. Состояние АУ. То есть, болт он циркулит. Ну, видите, небольшие есть черненькие пятнышки, чуть-чуть. Но так, в принципе, даже чеканный блеск на монете прослеживается. Стоимость монеты составляет 400 рублей. Ждет, чтобы попасть в вашу коллекцию. Вот 3001.75. Это у нас 20 копеек 1949 года. Состояние монетки отличное. Немножко следы какие-то коррозии по полю есть. Поэтому стоимость недорогая. Всего 150 рублей. Вот 3001. 76. Это, ой, обращаю особое внимание, это 15 копеечник 1949 года. Достаточно редкий. Редкий год для 15 копеечник 1949. Достаточно редкая монета. И состояние у нее почти превосходное. АУ называют состояние. Присмотритесь к этому лоту. Его просто необходимо срочно выкупать. Стоимость недорогая. 1000 рублей. Для редкой монеты это недорого. Итак, лот 3001.77. 10 копеек 1949 года. Состояние. About Uncirculated 1949 год. Традиционная монетка в отличном состоянии у нас. Мы про плохие монеты практически вам не показываем. Состояние почти превосходное. Стоимость лота 200 рублей. 3001.77. Следующего 30.01.48. Опять светло-шоколадный пятак. Ну, теперь 1949 года. Такой пятачок я не стал учистить. Тут есть пятна всякие, но учистить я не стал. Кто захочет купить, почистить, пусть почистят. 5 копеек 1949 года. Оцениваем ее в 400 рублей. Теперь переходим к лоту 3001.79. 3 копейки 1949 года. Состояние очень хорошее. Вы рефалите. Достаточно много следов потертостей. На Аверсе. Ну, тем не менее, рабочая такая монетка. Стоимость, правда, у нее всего лишь 100 рублей. Вот 3001.80. 2 копейки 1949 года. Состояние extra fine, то есть отличное. Аверс, реверс. Порядочки у нее. Стоимость лота составляет 150 рублей. Ну, такая заслуженная небольшая цена. Итак, ударный очередной лота. Вот этот 30.01.81. Прошу любить и жаловать. Копейка 1949 года просто в идеале. То есть не анциркулейт, а бриллиант анциркулейт. То есть бриллиантовый анциркулейт. То есть идеальный и еще и с чеканным блеском. Копейка 1949 года в таком состоянии практически сложно. Ну, я бы сказал бы, невозможно найти. Я бы сказал бы так. То есть монета уникально красивая. Стоимость лота 30.01.81 составляет 600 рублей. Следующий лот. Стоимость лота 30.01.82. Это 10 копеек 1950 года. Состояние почти превосходное. Гербовая часть аверс-реверс. Все отлично у этой монеты. 400 рублей стоимость лота 30.01.82. Итак, предпоследний лот. В сегодняшнем видео только номер 3. Который я с удовольствием для вас провожу, уважаемые нумизматы. Это лот 30.01.83. 3 копейки 1950 года в состоянии. ВФ-ХФ. То есть очень хорошее состояние. Здесь конечно следы потертости. Но в принципе монета тоже неплохая. Стоимость 120 рублей. И наконец последний лот. Наши сегодняшнего видеоторга. Это 2 копейки 1950 года. Монета не такая редкая. Состояние отличное. Гербовая часть аверс-реверс в прекрасном состоянии. В общем стоимость лота составляет 150 рублей. Напоследок скажу вам, уважаемые телезрители. Что вы сейчас смотрели видеоторг номер 3 компании русской монеты. Приглашайте друзей. Подписывайтесь на наш канал. Мы в регулярном режиме стали проводить видеоторги. Прошлые видеоторги были выкуплены практически подчистую. Видеоторг 1 и Торг 2. Наши цены достаточно хорошие. Компания русская монета. Еще мы гарантируем подлинность и качество монет. Что достаточно сейчас цены на сегодняшнем лживом рынке. Ну вот этим последним лотом двухкопеечной монеты 50-го года, который стоит всего-навсего 150 рублей. Я заканчиваю видеоторг номер 3. Не забывайте резервировать монеты в срочном режиме. Телефон для резерва у монет это мобильный телефон 925-772-44-58. Ждем ваших заявок. Также вы можете послать письмо на электронную почту. Рарики, собака, Яндекс.ру. Ну все это вы можете почитать в комментариях и в описании к нашему видеоторгу. Можете пойти на сайт coin.ru, зайти на страницу видеоторг. И там тоже вы можете все эти монеты посмотреть, увидеть, заказать и так далее, и так далее. В общем, всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании Русская Монета.